Дизайн кафе Что сейчас происходит в ресторанном и отельном бизнесе в России В связи с вот этими всеми ситуациями, в связи с санкциями и так далее Сложный период времени Ну, знаете, вот в январе будет 35 лет, как я работаю в отрасли Поэтому рассказать о том, что вот сегодня сложное время И чем оно отличается от 90-х, там достаточно сложно То есть сейчас время такое же, как в 90-х? Ну, похоже, да, очень Я пережил кризис 1988 года, 1998, 2008 Сегодняшние кризисы заканчиваются Во время кризиса выживают самые сильнейшие Те, кто не прекращает свою работу Те, кто продолжает остро мыслить Делать какие-то новые идеи, новые концепции Подстраиваются под текущий момент И я могу сказать, что за это время у нас выросло большое количество рестораторов Которые во время кризиса включали свои мозги Если пример, например, господин Зельман, наш товарищ Так кто-то вообще все бросил, уехал в Лондон И стал успешным ресторатором в Лондоне Ну, почему-то там, а не здесь, да? Наверное, там проще? Нет, здесь он тоже был очень успешным рестораном Просто он решил себя попробовать и в том числе и за границей Но при этом он не оставил свои рестораны здесь И они у него также продолжают функционировать Ну, я так понимаю, что он продал свою часть, часть своей доли Он продал И новый поток каких-то людей хлынул опять в этот бизнес И тоже начали открывать рестораны, да? Вы знаете, я еще 10 лет назад говорил о том, что скоро придут молодые люди Которые могут работать по 16 часов в сутки, как когда-то мы могли работать Сегодня не очень сильно хочется работать по 16 И 12 неохота, да и даже 8 неохота работать Хочется с семьей побыть И посмотреть вообще, как-то оглянуться вокруг Я говорил о том, что они будут очень креативны Они будут понимать свое поколение Они будут делать новые концепции Они ездят по миру Они сегодня все владеют прекрасно иностранными языками Не то, что мы там, когда приезжали во Францию Это как вот сегодня там приедет кто-нибудь из Буркина-Фасо Скажет, я ресторатор из Буркина-Фасо, покажите, как вы работаете Ну, точно так же на нас смотрели тогда, когда мы говорили на плохом английском Что мы рестораторы из Москвы, можно ли посмотреть, как у вас устроена кухня Поэтому молодежь идет вперед И самое главное, что на сегодняшний день это тренд, который связан с тем, чтобы как уменьшить стоимость блюда Сделать на нее вменяемую наценку, чтобы удовлетворяло полностью запросам ресторатора Чтобы можно было заплатить аренду, коммунальные платежи, заработную плату Чтобы у тебя хватило денег еще на закупку продуктов На поддержание вообще там, амортизацию всего И чтобы это было соотношение цена-качество Я могу сказать, что очень большое количество молодых рестораторов, которые успешно это делают А это получается в связи с кризисом то, что все подорожало? Ценник удержать? Подорожали продукты Смотрите, вопрос, на что ориентироваться Если мы живем в состоянии мысли о том, что вот это стоит, например, в пересчете Когда евро стоило 30, а сейчас оно стоит 70 Вы это умножаете, и у вас будет в голове немножко будет сдвиг такой Надо просто продолжать Мы живем в рублевой зоне И не надо ориентироваться сегодня на Запад, на Европу Потому что, когда говорили, вот вы знаете, в Европе это стоит столько Дешевле, а в Америке это вообще стоит дешевле Я всегда говорил, а посмотрите, сколько это стоит в Японии Там же такое же количество людей, как у нас в России И стоит там все в три раза дороже Почему-то про Японию никто ничего не говорил У нас иногда такие вот, как бы для себя странности Я говорю, ну, летайте ужинать в Вашингтон Вот, если там дешево Ну, не в этом дело И много сегодня разговоров о стоимости продуктов Об импортозамещении У нас меньше было проблем с этим Надо отдать себе отчет в том, что, если говорить вообще о всех ресторанах в стране Их примерно от 125 до 150 тысяч Сюда входят все И при школах, и при институтах, при заводах То есть вот такое количество юридических лиц, которые работают Я могу сказать, что большинство из них все равно использовало то, что было наработано когда-то В советские времена В советские времена, да И все эти продукты российские, местного производства Это вот Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники Куда смогли торгово-логистические компании поставлять продукты, которые можно довезти И они стали делать вот эту интернациональную кухню, да, из тех продуктов, которые были Может быть, частично используя какие-то российские Но в основном они работали на это Поэтому приглашались иностранные шеф-повара Которые делали что-то новое У нас всегда, знаете, нам нужно окончательно все разрушить Потом построить новое и пытаться что-то там представить это вот гостям нашим Люди, конечно, естественно, ездят по всему миру Они начинают сравнивать, интересно, иностранный шеф-повар Можно попробовать здесь что-то Все нормально Но лет 10 тому назад мы начали говорить о том, что бесконечно Бесконечно представлять на рынках иностранных шеф-поваров Пропагандировать французскую, итальянскую, японскую кухню Это, в общем, достаточно сложно Хотя я могу сказать, все самые известные рестораторы наши Которых, скажите, они все давно получили награды за заслугу перед Итальянской республикой За заслуги перед французской В продвижении шеф-поваров и их кухни? В продвижении шеф-поваров, в продвижении кухни, в продвижении продуктов У меня есть орден Французской республики Мерит Агриколь Потому что я там занимался конкурсом Бакюс Дор Я три раза представлял страну на этом международном конкурсе шеф-поваров У нас была французская кухня в самом начале, ностальжия Мы много делали вещей, связанных с этим И вот 10 лет назад мы просто говорим Ребят, надо заканчивать с этим Надо смотреть, что нарабатывали наши предки Надо просто делать Возвращать нашу кухню Потому что когда у нас начинают говорить Вот там авторская кухня Вот эта вот история про вот это слово-сочетание Когда ты едешь, там, итальянская авторская кухня Мне хотелось всегда спросить Вся Италия автор этой кухни Ну это семейные, наверное, имеются в виду какие-то, нет? Нет, 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 нет Это видение ресторатора Как вот из тех продуктов, которые имеются Сделать что-то вот свое какое-то Но это вот проблема тоже Потому что иногда сегодня приезжаешь куда-нибудь в провинцию И там, например, ты видишь, написано салат «Цезарь» Вместо там лисиев романа тебе дают белокочанную капусту А официантка говорит о том, что это видение шеф-повара Это его авторское видение Он креативный у них, понятно Да, у нас такие вот крайности есть Скажите, пожалуйста, я извиняюсь, что я вас перебила У меня как раз вот этот вопрос давно зрел Хотела у вас спросить Вот вы создали Академию управления Федерацией рестораторов Это у вас учебный центр, где готовят менеджера управления Но меня... Подождите, я не договорила Но, ну, как бы, насколько я понимаю У нас недостаточно именно учебных центров Или каких-то учебных заведений, в которых готовят именно шеф-поваров Есть вообще у нас в России какие-нибудь такие серьезные заведения, в которые человек и ребенок пойдет учиться? Хорошо, давайте, если мы сейчас начнем говорить про образование Это большая проблема, которая существует Понимаете, когда был Советский Союз, то государству принадлежали все предприятия питания И там были учебно-курсовые комбинаты при различных управлениях общественного питания Я, например, закончил учебно-курсовой комбинат при главном управлении общественного питания Мосгорисполкома Вот я учился так, очень серьезно Это круче было, чем, например, профессионально-техническое училище Вот Аркадий Новиков, он закончил ПТУ кулинарную А я уже после армии пришел и учился уже на таких вот курсах Потом все предприятия стали частными Значит, у нас вообще никогда не готовили шеф-поваров У нас готовили технологов Технолог был важен, почему? Потому что нужно было соблюдать полностью этот сборник технологий, сборник рецептур И он не был шеф-поваром То есть он не мог комбинировать, что-то придумать? У нас какие-то блюда разрабатывались, можно было зарегистрировать его как фирменное Вам даже давали возможность сделать как на фирменное блюдо Плюс к той наценке, которую вы имели, еще 10% Все контролировалось государством И, естественно, конечно, на сегодняшний день у нас нет ни одного заведения, которое готовит шеф-поваров Все шеф-повара, которые сегодня есть самые известные, они просто от станка А где они учатся? Они учатся, вот способ обучения их был такой Начиная там 20 лет назад, когда приехали первые шефы Наши ребята, которые хотели работать в этой системе, они учились у них Я помню, у меня пришел один парень За 7 лет он сменил, наверное, мест 16 работы, даже больше Я говорю, а как так вообще? Он говорит, а я для себя задачу поставил Работать только с иностранным шеф-поваром И четко понимать, что я могу у него взять Я говорю, а вот здесь 3 месяца ты поработал? Я говорю, пришел к нему, к французу Я понял, что я у него нового ничего не возьму Я ушел в другое место Вот за 7 лет он достиг того, что он смог стать специалистом Но опять же, понимаете, это вопрос того, что он хорошо готовит Ведь шеф-повар это еще руководство производством Это работа с персоналом, это закупка продуктов Это учет и контроль и счет фудкоста Понимаете, у нас... Фудкост это что такое, простите? Стоимость продуктов в блюде А, то есть уже в готовом блюде, да? Вот, чтобы можно было Все, любой шаг можно, да, в самой высокой кухне Можно просчитать Я всегда своим коллегам говорю, надо начинать утро Бумажка, калькулятор, карандашик Все можно просчитать Любые ваши капризы можно посчитать Будет... То есть сейчас на самый... Ну вот, 2015 год, да Сейчас для детей, да, которые хотят стать поварами Профессиональными, да, на уровне, грубо говоря, Европы Практически нету ничего А почему мы не можем у нас открыть какие-то такие заведения? Ну, послушайте, ну это же не зависит все только там от президента федерации Понимаете, ситуация такая Значит, это... На Западе это отдельный бизнес сам по себе Вот, как, например, там у Бакюза есть школа, да, там различные Есть государственные тоже У нас государственных много, кстати, да У нас 18 колледжей, как сегодня называется Готовят чуть там 4,5 тысячи человек Которые не приходят работать в отрасль Вот, я с несколькими поварами, шеф-поварами разговаривал Говорю, а какое образодование дается в России? Говорят, Андрей, а даже картошку чистить не умеют Конечно, это все... Они просто приходят Поэтому эта вот проблема такая существует Но мы работаем над этим Это все очень сложно Поэтому вот, а если говорить об академии управления То, что написано в Википедии Там я туда не там... Там даже написано, что у меня внебрачный сын Владислав Которого я не знаю, кто это Не докопались до этой информации Кто-то это написал, я не могу понять Матюрный пиар тоже пиар, поэтому... Да-да-да-да-да Вот, это хорошо Хоть ребенок у меня туда не залез и не спросил, кто это Я могу сказать, что мы работаем над этим вопросом Конечно, это сложная штука Потому что, понимаете, что такое, например, подготовить юриста Это надо парты, компьютер, доступ в интернет, доска Все, помещение Что такое подготовить повара Даже можно построить большое помещение Отремонтировать его Сделать учебный ресторан Построить кухню можно Но каждый день, понимаете, если даже сегодня, например Медбрат может учиться на силиконовом манекене И даже колоть ему лекарства в силиконовую вену То из силиконовой морковки вы не можете готовить Это бессмысленно, понимаете Это какое-то количество продуктов Поэтому нужно в этом случае Знаете, как у нас сегодня происходит Там дают деньги на закупку продуктов в этих колледжах Но разговариваешь, они говорят Завтра мы будем пирожки печь Принесите муки и яйца из дома Игорь, а какое же тогда существует решение этой проблемы И есть ли оно? Но давайте вернемся к этому вопросу после рекламной паузы Друзья, встретимся с вами через пару минут Оставайтесь с нами И снова здравствуйте, дорогие друзья С вами передача «Дизайн кафе» и ее ведущие Елена и Андрей Юрченко И снова здравствуйте Напоминаю, у нас в гостях Игорь Бухаров Президент Федерации, ресторатор и ательеров Здравствуйте Игорь, мы остановились с вами на беседе О образовании, шеф-поваров в частности И о том, существует ли выход из этой ситуации сложившийся Предпринимаются какие-то шаги к этому или нет Ну, смотрите, в большом количестве, конечно, у нас сегодня Есть так называемые корпоративные университеты Школы или курсы повышения квалификации Собственно, большие сети, которые создают для себя Вот эти учебные комбинаты, как угодно их можно назвать Вот конкретно какой-то частной школы, которую готовила шеф-поваров У нас сегодня нет Первую попытку это сделал Абрау Дюрсо Они открыли совместно, вначале с швейцарцами, теперь с французами В Абрау Дюрсо, школу шеф-поваров Но они тоже перешли на менеджмент Почему? Потому что очень сложно к пониманию ситуация Связанная с ценой, конечно, подготовки этого шеф-повара Я еще раз говорил, очень большая затрата И в любом случае, если, например, молодой человек хочет учиться Он понимает, что, например, заплатить за обучение 25 тысяч долларов США за год Например, в Кулинарной Академии Америки Если кто-то может, то он платит А вот заплатить примерно, получается, такую же сумму, например, в России Человек совершенно не готов А чего у нас не получается, так чтобы можно было это подешевле, а не 25 тысяч долларов Ну, значит, у вас тогда будет вот это Вам скажут потом, принесите муку и яйца из дома Давайте мы попытаемся с вами что-нибудь пирожки выпечить Ну, подождите, да В Европе же дешевле, чем у меня Есть интересный, допустим, опыт Я не знаю, конечно, как у нас его можно реализовать или нет Ну, вот в Испании существует школа Хоффман, да Не знаю, слышали, не слышали У них там как построена работа То есть они набирают учеников Также ученики платят там, ну, 500 евро в месяц, да, грубо говоря Половину курса они учатся Теория и практика ежедневная, естественно А потом вторую половину курса Они отрабатывают в этих же ресторанах То есть при ресторане Хоффман Они работают как бесплатная рабочая сила При этом они получают Не, ну, у нас так, я же вам и рассказал У нас так и работает все сегодня Вот у нас такая система Ну, и, по-моему, это же уже хорошая подготовка идет Не, ну, она и работает сегодня Мы говорим о таких школах, как Лозанская, например Или там Кулинарная Академия Америки Или Ликордон Блю, там вот такие вот вещи Это вот просто так вот говорить сейчас о том, что давайте сделаем Это сложно Потому что в любом случае Ну, все-таки есть у нас такие уже комбинаты Ну, у нас есть еще просто Просто о них не слышали Нет, кто, мы не слышали Нет, вы это слышали, мы не слышали Ну, вы понимаете, это сугубо корпоративная штука, которая Понятно То есть у нас есть шеф-повара российские, которые уже выпущены И они уже умеют работать там и с нашими российскими продуктами И заточены под русскую кухню То есть мы будем переходить как-то рестораторы на российскую кухню На восстановление вот этих российских традиций Я понял, я понял, давайте я попытаюсь Вот мы с вами начали говорить Вот 10 лет назад мы начали разговаривать о российских продуктах Да, большая проблема, когда ты приходишь к фермеру и говоришь, что у вас есть Он говорит, а что вам нужно, я вам сделаю Все, бессмысленный разговор Вот, 5 лет назад мы прекратили У нас есть такой В конце года, осенью, вот сейчас, кстати, через месяц будет эта выставка пира И на ней будет проходить сейчас 15-й саммит рестораторов-отельеров всероссийский Вот, и мы обсуждаем там много вещей, конкурсов различных И мы уже прекратили, наверное, лет как 5 Представлять на этих стендах Итальянскую, французскую, японскую кухню Привозить этих шефов, которые, если вот сегодня Хотят с нами торговать, компании западные, например, они сами привозят Мы занялись тем, что у нас есть такой стенд специальный, такое направление русской кухни В прошлом году мы приняли меморандум, примерно такой похожий меморандум, как в свое время Бакюс принимал О популяризации и продвижении новой региональной кухни России И сюда очень много входит понимание, потому что слово русская кухня немножко сложно Вот я сейчас вам задам вопрос, вы не назовете больше 10 блюд Это как вот недавно у нас там какой-то человек из Госдумы сказал Давайте мы заставим всех рестораторов, чтобы 50% блюд в ресторанах было из русской кухни Ему ведущий задал вопрос, назовите, пожалуйста, хотя бы 15, он седьмой назвал водка из русской кухни В общем, вы знаете, как сейчас перед выборами, любой шум только вот, который направлен там на, чтобы тебя увидели Вот, ну мы этим занимаемся Понятно, что приходится вытаскивать какие-то старые рецепты интересные Они очень похожи, например, могу сказать, что вот мы проехали, например, по кулинарным школам Скандинавии И когда тебе скандинавы говорят, попробуйте наш северный вкус, малосольная семга с укропом и с рюмкой водки Я говорю, это же наш вкус Он говорит, ну, да, северо-запад, Балтика, Балтика, понятно, все это очень близко Действительно, можно ездить туда, смотреть, у них нордический манифест Они приняли вот те продукты, которые вот произрастают рядом, которые можно использовать в своей кухне Даже какие-то, я не говорю уже о зайчьей капусточке, которая растет, у нас тоже в лесах ее куча И разные лесные ягоды и тому подобные вещи, и даже мох, которые тоже можно использовать Просто надо вытащить что-то старое, посмотреть, адаптировать Но это не значит, что этим всем все занимаются Ну, конечно, нет Сегодня тенденция такая, да, сегодня простая Я говорил еще пять лет назад, что у нас будут кругом бургерные Бургерные не из-за того, что мы поклонники Америки, понимаете А бургерные, потому что удобно с точки зрения блюда понимания его самим гостем Удобно готовить предпринимателю Это быстро, быстро Быстро, да При этом я всегда говорю, если вы боитесь, что это там все не американское Это просто американцы смогли это положить в индустриальную основу Потому что ту же пиццу, это блюдо, это немецкое блюдо, пицца итальянская и так далее Поэтому будем, у нас будет повсеместное похождение бургеров Но дальше придумать что-то сложно Что сделали венгры, например У них традиционно гуляш И вот они вот такой маленький каравай, например, срезают у него крышку Вынимают мякиш, там у нас подают гороховый суп в этом всегда Иногда некоторые рестораторы прям А они сделали это как фастфуд блюдо У них мякиш, густой гуляш туда Дальше пергаментная бумага И вы идете прямо на улице, можете спокойно это объедать вместе с гуляшом Вот вам фастфуд национальный, грубо говоря У нас же каравайчик тоже есть такой Можно придумать У нас похожая на гуляш вещь такая, как няня, например, тушеная потроха Которую можно было бы то же самое сделать Фастфуд это с фастфудом Но все-таки рестораны это другое Люди туда ходят не за тем, а не всегда за тем, чтобы просто перекусить и поесть Так как я президент федерации, то к нам входят все Даже я могу с вами поговорить про школьное питание Это тоже отдельная тема А можно с вами поговорить по поводу, например, то, что были шикарные летние площадки В Москве, да? В Европе такого нет В Европе есть только дни зонтики и перегородки Но у нас теперь тоже зонтики Вот почему так происходит? Зачем? Мы же отличаемся по менталитету Очень уютно, очень шикарно было Всем нравилось В Европе там климат другой Вообще прохождение и решение этой ситуации Если вы представите, что было, например, в Советском Союзе То в Советском Союзе, я работал 10 лет в Советском общепитии Я могу сказать, что там просто нас заставляли все предприятия делать летние площадки Никто на этих летних площадках не сидел Тогда да Ну, нет, если только мы не берем, не берем там центральные где-то там Где-то центральные там Курортные города, наверное Ну, нет, ну, там Я про Москву сейчас говорю Вот, практически вот я работал в кафе АЭС Фруненского треста стола напротив Динамо Я могу сказать Вот выставляли, ездили проверять, чтобы она была Владимир Иванович Малышков тогда возглавлял МОС общепит Вот ездили, проверяли там Даже отдавали какие-то там награды Первое место во Фруненском треста стола Второе, третье и так далее Потом наступил момент, когда бизнес Бизнес делает все для гостя, чтобы было удобно Все стали ездить, смотрят везде Европа вся сидит летом на улице Замечательно стали делать Понятно, что у нас все-таки не уровень не Италии, не Франции Да, у нас 55-й параллель, количество ветра, косых дождей и солнечных дней меньше, чем там Понятно, что выстраивается так, чтобы было удобно Чтобы было удобно Ну да, чтобы в любую погоду можно было сесть Да, которые внутри Естественно Конечно, если смотреть на это на все То, как вот господин Кузнецов Говорит о том, что людям проходящим Их раздражают вот эти вот сараи Вначале люди вложили в одно Потом во второе, потом в третье Конечно, это сложно Еще в период сегодня, когда кризис Конечно, там, например, есть Итальянские конструкции Вот сегодня по стандарту нужно, чтобы не превышало ограждение 90 сантиметров в высоту Нельзя использовать целлофан, например Ну вот косой дождь, что делать? Ну да, что делать? Да, что делать? Есть итальянские конструкции, которые 90 сантиметров Которые примерно там, ну метр двадцать, наверное У них выдвигается еще второе стекло На высоту еще 80 сантиметров Получается где-то метр семьдесят Вы спокойно сидите, ветер на вас не дует Но такая конструкция стоит три тысячи евро Одна, понимаете? Вот для того, чтобы огородить периметр свой, да, например То это сложно Или зонтик большой поставить за миллион Ну а с другой стороны, у нас же в нашей стране придет Кто-то скажет, а что это у вас поднято? Не-не-не, я думаю, что прозрачный никто не будет говорить Но пленка, она же тоже прозрачная Мы проходим этапно это все Мы пытаемся убедить, сказать В Москве принимается там от края дороги до летней площадки 2,35 В Санкт-Петербурге метр пятьдесят Во Франции метр Мы пытаемся найти, ну как бы компромисс Сейчас архитектура взяла на себя Значит, просчет некоторых улиц Сколько действительно ходит там людей Для того, чтобы понять, можно ли на этой улице сократить Вот это расстояние 2,35 Что такое метр лишний? Это ваши еще, грубо говоря, там в ряд Если у вас пять метров, там несколько столиков Несколько посадочных мест Значит, к вам придут люди, будут сидеть Мы пока пытаемся договариваться К сожалению, это возникло из-за того, когда дали вот эту вот вольность И мы прекрасно помним с вами Денис Симачев, например, прямо построил куб такой Черный куб Такой в Столешниковом переулке Мэр увидел и сказал, что такое там А ребята еще сделали двухэтажное летнее кафе Где-то на Садовом Он сказал, ну как-то надо это все Это долгие переговоры Это очень сложно, поверьте мне Они не заканчиваются, они будут продолжаться Но сейчас мы имеем с вами что? Вы подали, согласовали дизайн Если все устраивает, вы больше каждый год не будете ходить Мы каждый год подавали документы до этого Вот до прихода Собянина Мы каждый год подавали документы К концу сезона мы их заканчивали оформлять Понимаете? Вот это вот все время зависимость от чиновника Вот эти бумажки в экипировке Каждому надо было заплатить Такой финансовый поток Игорь, спасибо вам огромное Мы вынуждены остановиться, поскольку у нас уже истекло время Единственное, что я хотела спросить Удалось все-таки решить эту проблему Или она еще на стадии решения? Ну, на определенном этапе мы решили Мы будем двигаться дальше, чтобы действительно сделать больше количества летних кафе для города Спасибо вам огромное за то, что вы принимаете такое участие в жизни нашего города и нашей страны И также помогаете рестораторам Дорогие друзья, и сейчас мы с вами прощаемся Было очень интересно побеседовать с Игорем Надеемся еще встретиться в какой-нибудь из наших дальнейших передач С вами была программа «Дизайн кафе» Наш гость Игорь Бухаров И ее ведущие Андрей и Елена Юрченко До новых встреч!